Моя Америка Спонсора не будет программы Спонсор Магазин товаров медицинского назначения Лава Саплай Магазин находится в Скоке Здесь можно найти буквально все, что вам необходимо Для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее Вам нужны маски? Окей, маски есть Нужны перчатки? Разумеется, есть Санитайзер для рук? Конечно, медицинское оборудование Большой выбор ортопедической обуви Для мужчин и для женщин И еще много-много всего того Что поможет вам достойно противостоять болезням И радоваться Радоваться каждому дню Магазин Лава Саплай Расположен по адресу 7564 Линкольн Авеню В Скоке Приезжайте Или позвоните по телефону 847-329-1238 И вы узнаете Как сделать заказ С доставкой на дом 847-329-1238 Пользуйтесь услугами Лава Саплай Дамы и господа И Будьте здоровы Ну а для того, чтобы мы были здоровы Дамы и господа Нам 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 нужно одержать 5 января Победу в славном штате Джорджия Джорджия это Штат соседней Северной Каролины Я живу в Северной Каролине И штат Джорджия Ассоциируется у меня с двумя именами Имя первое Уильям Текумсе Шерман Второе имя Маргарет Мичел Генерал Шерман Разрушил в 1864 году До основания Атланту Это столица Джорджии И сравняв с землей город Гунн Шермана Совершили Применяя тактику выжженной земли Поход к морю Южнокаролинскому городу Саванна Сжигая все на своем пути Английский военный историк Безил Геннер Линдл Харт Назвал Шермана Первым современным генералом Я бы назвал его иначе Первый генерал-варвар В современной истории После гражданской войны Американская армия Ее командующим был Шерман Вела безжалостные воны С индейцами Маргарет Митчелл Это автор романа Унесенный ветром Роман Этим романом засчитывалось Несколько поколений американцев В романе Правда о Джорджии Перед гражданской войной И правда О последовавших За войной годах Оккупации Джорджии Федеральными войсками Митчелл с детских лет Интересовалась историей И ее дом был завален книгами Весной 1926 года Джон Марш Это ее муж Он сказал жене Пегги Не можешь ли ты Написать книгу Вместо того Чтобы читать Эти тысячи книг Он подарил Пегги Портативную Пишущую машинку Фирмы Ремингтон Она принялась за работу И через три года Выдала роман Который принес ей Пулицеровскую премию И прославил на всю страну Посетители дома Музея Митчелл В Атланте Я бывал там Несколько раз Мы видим Пиш-машинку На которой Рождался Бессмертный роман Я хотел прикоснуться К этой машинке Но вовремя Вступил в игру Гид И сказал Этого делать нельзя Прогрессивская Прогрессивская Общественность Которая переписывает Историю Не рекомендует Читать Роман Унесенный ветром Во многих школах Этот роман Изъят Из учебных программ Ну а фильм Фильм снятый По роману И получивший Бесчисленное число Оскаров Он находится На грани запрета Итак Генерал Шерман И писательница Митчел Списали свои имена В историю Джорджии Во вторник 5 января 2021 года Через месяц Этому штату Предстоит войти И в историю Американских выборов Джорджия станет Первым в стране Штатом В котором В один и тот же день Состоятся выборы За оба мандата В Сенате Мы с вами знаем Согласно Конституции У каждого штата Есть два депутата В Верхней Палате Конгресса В Сенате Срок их работы Ограничен Шестью годами Депутат Желающий Работать В Сенате Дольше Должен защитить Свой мандат На выборах У сенаторов Из одного штата Завершение Шестилетних сроков Никогда не совпадают Никогда Значит Одновременные выборы Выборы за два мандата Исключены То, что случилось В Джорджии Не имеет аналога Эти выборы Уникальны Уникальны в другом От исхода Этих выборов Зависит Будущее страны Зависит Дамы и господа В буквальном Смысле этого слова Минувшей весной Когда до президентских Выборов Было еще далеко Джо Байден Он в то время Был лидером Гонки демократов За право Стать кандидатом В президенты Он написал В твиттере Я цитирую Джо Байдена Мы победим Дональда Трампа И когда победим Мы не просто Восстановим Страну Мы Ее Изменим Махинации На выборах Давайте называть Вещи своими именами Махинации Помогли Байдену Победить Но чтобы Изменить Страну Требуется Конгресс В котором Обе палаты Контролируются Его Однопартийцами Палата Представителей Осталась После выборов 3 ноября Под контролем Демократов Но контроль Над Сенатом Остается Под вопросом У республиканцев В Сенате 50 мандатов У демократов 48 У двух Сенатских Мандатов Пока нет Хозяев Две победы В Джорджии Развяжут Байдену руки Потому что При 50-50 Мы с вами Это знаем Решающий голос Принадлежит Вице-президенту Председатель Сената А вице-президент У нас Это Мадам Шмарис Итак На кону 5 января Будущая страны Вот что сказал 7 ноября Лидер демократов В Верхней Палате Чак Юшумер Я цитирую Чак Юшумера Сначала мы Завладеем Джорджи Затем мы Изменим Америку Если Во вторник 5 января Демократы Завоюют Два мандата Они получат Контроль Над всем Конгрессом И они Изменят Америку Вот что В частности Найдет Я назову Лишь несколько Грустных Моментов Которые могут Случиться Если Демократы Получат Большинство В обоих Палатах Конгресса Ну начнем С состава Верховного Суда Состав Верховного Суда Вырастет С 9 До 12 15 Вырастет За счет Добавления Либералов Прогрессистов Будут Созданы Новые Федеральные И апелляционные Суды Заполненные Исключительно Юристами Леваками Мы Получим Два новых Штата Пуэрто-Рико И федеральный Округ Колумбия Под угрозой Окажется Коллегия Выборщиков И вторая Поправка Конституции Откроются Границы Для нелегальных Эмигрантов А проживающие В стране Нелегалы Получат Гражданство Мы с вами Не знаем Сколько этих Нелегалов Один называют 10 миллионов Другие 15 Кто-то говорит О 20 Миллионах Насчет Зеленая Программа Ненависть К нефти Газу И углю Эта программа Нанесет удар По экономике Школьная Реформа Приведет К пересмотру Истории Страны С акцентом На белый Расизм И так далее И так далее И так далее Демократы Постараются Провернуть Все это В первый Год-полтора Два Президентства Байдена Харрис Потому что На промежуточных Выборах В 24 Году У республиканцев Появится Возможность Отвоевать И палату Представителей И сенат Но многие Из-за Узаконенных Перемен Будут Закреплены На десятилетия Как например Либеральный Верховный суд Некоторые Будут Закреплены Навсегда Как к примеру Два новых Штата Пуэрто-Рико И федеральный Округ Колумбия Которые Будут Гарантировать Демократам Четыре Мандата В Сенате У социалистов Либералов Прогрессистов Марксистов Есть Стимул Сражаться За два Мандата В Сенате У всех Кому дорога Америка У республиканцев Есть Не меньше Стимул Позволить Республиканцам Сохранить Контроль Над верхней Палатой И вот Все это Знаем Дамы и господа Давайте Обратимся К предстоящим Выборам 5 января Сенаторы Республиканцы Дэвид Пердью И Келли Лефлер Они защищают Свои Депутатские Мандаты Шестилетний Депутатский Срок Пердью Истекает И он Претендует На очередной Шестилетний В традиционных Выборах Это будут Традиционные Выборы А вот Выборы С участием Сенатора Госпожи Лефлер Они Нетрадиционно Их называют Специальные Спешен Лэкшен Потому что Депутатский Мандат Достался Госпожи Лефлер Не в результате Выборов В конце Прошлого Года В декабре 19-го Ушел В отставку По состоянию Здоровья 77-летний Сенатор Республиканец Джонни Айзаксон Губернатор Джорджия Республиканец Брайан Кэмп Получил Возможность Заполнить Образовавшуюся Вакансию И он выбрал Мисс Лефлер Которая Следовала На ближайших Выборах То есть В 2020 Году Это были Ближайшие Для нее Выборы Ей Следовало Защищать Дарованный Мандат Вот Поэтому И совпал Срок Выборов За два Сенатских Мандата В одном Штате Случилось То Чего Никогда Не было Не только В Джорджии Но и во всех Остальных Штатах Соперник Сенатора Пердю В традиционных Выборах Демократ Джон Оссов Оссов Два Ф на конце Соперник Сенатора Лефлер В специальных Выборах Демократ Рафаэль Уорнок Уорнок В том В том и Другом Состязании Потребовалась Перебежка Второй Этап Выборов Потому что 3 ноября Ни один Из претендентов На мандат Сената Не получил Необходимой Для победы Поддержки Избирателей Закон Штата Джорджия Это закон Штата Джорджия Во многих Других Штатах Подобного Закона Нет Этот закон Повелевает Победителю Требуется Заручиться Большинством Голосов 50% Плюс Один Голос В традиционных Выборах Республиканцу Пердю не хватило Самую малость До необходимого Большинства Он получил Поддержку 49,7% Избирателей 3,0% Не хватило Демократ Оссов С Думя Эф На конце Получил 47,8% В специальных Выборах В специальных Никто Из участников Не затянул Даже До 35% И вот почему У сенатора Лефлер Было С полдюжины Соперников В том числе Ее Однопартиец Конгрессмен Даг Коллинз Силы Республиканцев Оказались Распыленными Демократы Не распыляли Силы У них Был Один Кандидат Уорнак Он победил За него Голосовали 33% Избирателей Лефлер Была Второй 29% И Коллинз Занял Третье Место 20% И Ставшая Второй Сенатор Лефлер Получила Право Защищать Свой Мандат В финальном Раунде Если бы Республиканцы Выступили Единым Фронтом Если бы Если бы Если бы Что есть Что есть Дамы и Господа Разброс И Шатание В Республиканской Партии Окей Это тема Отдельного Разговора Теперь давайте Обратимся К соперничающим Парам Борьбу за Два депутатских Мандата Ведут Политики Находящиеся На противоположных Концах Идеологического Сектора Сенаторы Пердю И Лефлер Пришли В политику Из Бизнеса Он И Она Миллионеры Но Они Не Унаследовали Миллионы Они Они Принадлежат Числу Людей О которых Мы Говорим Селф Мэйд Все Что у Них Есть Было Заработано Умом Трудом Талантом Инициативой Сенатор Пердю Родился И Вырос В семье Учителей Мать И Отец Преподавали В школах И Были Совершенно Далеки От Какого Либо Бизнеса Госпожа Лефлер Родилась И Выросла В Фермерской Семье Вот Что Она Рассказывала Год Назад Когда Она Стала Сенатором Мы Сеяли Весной Летом Я Показывала Наших Коров На Местной Ярмарки Осенью Мы Собирали Урожай Она Была В школе И университете Спортивной Звездой Спортивные Успехи Это Всегда Результат Труда Так Вот Будучи Трудоголиками В рабочей Жизни Сенаторы Пердю Рефлер Знают Понимают И поддерживают Трудовую Америку Обратимся К демократам Мистеру Орнаку 51 Год Мистеру Олаф 33 Года С бизнесом Они Не на ты Они На вы К бизнесу Отношения Не имеют Мистер Орнак Пастор Мистер Олаф Журналист Труд Пастора Оплачивают Прихожане Баптистской Церкви В Атланте Труд Мистера Ософа 2ф На конце Оплачивают Газеты И журналы Орнак 11 Из 12 Детей В семье Которая Жила В субсидированных Квартирах И он С юных лет Преклоняется Перед Помощью Из государственной Казны А вот Мистер Ософ Он Сын Еврея Иммигранта Из Подсоветской Литвы Он Дитя Современного Образования Современные Школы Которые Пропагандируют Ливизну В школьные Годы Он Помогал Конгрессмену Джону Льюису На добровольных Началах Мистер Льюис Был Борцом За равноправие А в годы Учебы В Джорджтаунском Университете Мистер Ософ Брал Уроки Внешней Политики У госпожи Мадлен Олбрайт Это Госсекретарь Во второй Администрации Билла Клинтона Критики Орнока Сравнивают Его проповеди С проповедями Ненавистника Америки Джереми Райта Бывшего Пастора Барака Обамы Кстати Когда Мистер Орнок Был еще Не главным Пастором А учился На главного Он Работал В одной Из Церквей В Гарлине И Лично Принимал Высокого Гостя С Кубы Господина Сиделя Кастера Нам легко Представить Что из себя Представляет Этот кандидат Демократической Партии Теперь Мистер Осов Сын Еврея Из Литвы С двумя Ф на конце Журнал Нью-Йоркер Назвал Его Позицию Прогрессивная Позиция Прогрессивная Позиция На стороне На языке Либеран Журналистов Это Социалистическая Позиция Итак Дамы и господа Нам трудно Вообразить Политических Соперников Более Непохожим Чем Консервативные Республиканцы Перди Юли Флер И демократы Прогрессисты Осов И Орну Они будто бы С разных Планет Одни С планеты Под названием Капитализм Вторые С планеты Под названием Социализм Победа Республиканцев Позволит Капиталистической Америке Остаться На плаву Победа Демократов Изменит Америку Мы знаем Что значит Изменить Америку С точки Зрения Социалистов И вот Что это Прекрасно Понимают Противоборствующие Партии И те Кто их Поддерживает Джорджия Превратилась В поле Битвы За будущее Страны Каждый Сторон Инвестирует Миллионы Долларов В победу Своих Счет Идет Не на Десятки Миллионов Долларов Счет Идет На сотни Миллионов Долларов Такой Дорогой Предвыборной Компании За мандаты В Сенате Никогда Не было Золотой Дождь Выливается На владельцев И акционеров Средств Массовой Информации Как Традиционных Средств Массовой Информации Это газеты Радио Телевидение Так И средств Массовой Информации Рожденных Последние Десятилетия Это Социальные Сети Им Им И в радужном Сне Не могли Присниться Миллионы Которые Сыплются Супер Миллионы И разумеется Не жалуются Владельцы Отелей Ресторанов Баров Штат Джорджия Заполнили Политические Активисты И не только Политические Активисты Штат Заполняют Избиратели Из Других Штатов Как только Стало Известно Что Состоявшиеся 3 ноября Выборы В Джорджии Не выявили Победители И значит Предстоят Новые Выборы Так Из Лагеря Демократической Партии Немедленно Раздался Призыв Помочь Оссофу И Орноку Не только Деньгами Но и Голосованиями В числе Первых Откликнувшихся На призыв Был Бизнесмен Политик Эндрю Ян Я думаю Мы запомнили все Эндрю Яна Он был одним Из 25 Или из 35 Я уже не помню Точно Демократов Которые сражались За Белый дом Он слишком рано Сошел с дистанции Ныне Ныне Мистер Ян Претендует На Постминистр Торговли И так Во вторник 19 ноября Совсем недавно Две недели назад Мистер Ян Он житель Города Шапкандаде Это Штат Нью-Йорк Так вот Житель Штата Нью-Йорк Мистер Ян Объявил В телевизионной Программе Канала Yahoo Finance Life Он поедет С женой В Джоргию И они Зарегистрируются Для голосования 7 декабря Позволить им ехать Ехать на месяц Полтора В другой штат Среди демократов Масса молодых Бездельников Из состоятельных Семей Кстати Те кто Содержат Организацию Жителей Черных Важны И организацию Антифа Эти люди Не поскупятся На оплату Командировок Избирателей В штат Джорджия И не забудем Еще об одном Козыре Демократов Это голосование По почке Я дамы Господа Любитель прогнозов Как спортивных Так и политических Но я предпочитаю Не спешить С предсказаниями За месяц До исторических Выборов Потому что В предстоящие Четыре недели Могут произойти События Которые окажут Влияние На их результат Я напомню С конца 60-х годов Джорджия Была красным Штатом То есть Республиканским За это время Демократы Торжествовали Победу На президентских Выборах Только три раза Это был 1976 год Когда кандидатом В президенты Был бывший Губернатор Джорджии Джимми Картер И это был 92-96 год Когда баллотировался Билл Клинтон Билл Клинтон Южанин Из Арканзаса Естественно Но южане Голосовали За своего Байден Первый После Клинтона Демократ Победивший В Джорджии Ну как он победил Мы прекрасно знаем Повторять это Я не буду Если верить Официальным Прогнозам Он победил Трампа В Джорджии На 13,6 Тысяч Голосов 13,6 Тысяч Это 0,2 Процента И демократы Забыли Наверное Когда их Однопартийцы Представляли В последний раз Джорджию В Сенате Полувековая Традиция По выборам Сенат На стороне Республиканцев Но Но Традиции Существуют Как мы знаем Для того Чтобы их Нарушали Выгрыш Демократами Двух Сенатских Мандатов Немедленно Возродит В моей памяти Поход К морю Генерала Шермана Но между Тогда и Теперь Есть громадное Различие Тогда Были Разрушены Лишь Часть Джорджии И Часть Южной Каролины Теперь Под угрозой Разрушительного Социализма Окажется Вся Страна И Многие Наши Свободы Дамы Господа Будут Унесены Ветром Как Были Унесены Ветром Герои Вечно Живого Романа Маргарет Митчелл Прежде чем Поставить Точку В монологе Я напомню Название Штата Джорджия Штат Этот Называется Пич Стейт Пич Стейт Персиковый Штат Персиковый Штат Корни Названия В истории В десятилетия Которые Предшествовали Гражданской Войне Главной Сельскохозяйственной Культурой Джорджии Был хлопок Работали На хлопковых Плантациях Черные Рабы Ликвидация Института Рабовладения Привела К переменам Хлопок Заменили Персики И до конца 20-х Начала 30-х Годов 20-го Столетия Джорджия Была Первой В стране По персикам Затем Первенство Перешло К Калифорнии Но к этому Времени За Джорджией Уже закрепилось Название Персиковый Штат Вот что Сказал Недавно Энди Лузб Он из Ферберского Бюро Джорджии Мистер Алук Сказал Наши Персики Были И остаются Лучшими В стране Окей Я думаю Калифорнийцы Не согласятся Но я Я житель Один из Жителей Восточных Штатов И у меня Нет выбора На моем столе Персики Только Из Джорджии И вот что Интересно Дамы и господа Персики Из Джорджии С удовольствием Поглощают И демократы И республиканцы Вот на этом Я ставлю точку В монологе Будет небольшой Пережив На рекламу Не покидайте Волну нашего радиа Я вернусь к вам Через несколько минут Итак Уважаемые дамы и господа Мы возвращаемся В программу Моя Америка В этом сегменте Алексей обычно Соглашается Ответь на ваши вопросы Поэтому пожалуйста Номер телефона В студии 847 400 5200 И я принимаю Первый звонок Добрый день Вы в эфире Алло Здравствуйте Добрый день После Того как В России Устроили Большевистский переворот В 17-м году Прошлое столетие Тогда убили Не только царя Его семью Но и верхний И средний Слой Российского Общества После окончания Второй мировой войны Мировое сообщество Взяло На себя смелость И Посудило Фашизм И Уничтожены Уничтожены Главари Третьего рельха Вот А после развала Советского Союза Никто не осмелился Осудить коммунизм И через некоторое время Коммунизм Воскрес И Путин пришел К власти Меркель Пришла К власти Германии Макрон Трюдо В Канаде И так далее И К сожалению И это Наступает Наступило У него Наступает и у нас Соединенных Штатов Вот Скажите пожалуйста Вот Вы говорите Что 5 января Решится судьба Соединенных Штатов Что могут Если вдруг повезет Джорджи И республиканцы Отстоят Два этих Сенаторских места Что могут Эти 52 человека Противоставить Противоставить Этой огромной машине Прессе С спецслужбам И так далее Судьям Которые Ненавидят Я понял Значит Все что я перечислил Это произойдет Если Сена Станет Демократическим А Палата представителей Уже Демократическая И В Белом доме Демократ Значит Очень многое В нашей стране Очень многое Зависит От Конгресса Поэтому 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 Значит Если Конгресс Не будет Однопартийным Демократическим То достаточно Республиканского Сената Чтобы Встать на пути Многих Безобразий Которые Нам сулят Ну в частности Пуэрто-Рико И Город Вашингтон Не станут Штатами В частности Не будет увеличено Число Членов Верховного Суда Не будут Созданы Новые Федеральные Апелляционные Суды В силе Останется Вторая Поправка Конституции Для меня Это очень важно Я владелец Оружия Я не хочу Чтобы у меня Его отнимали В силе Останется Коллегия Выборщиков Многое 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 Зависит От Конгресса Окей У президента Есть возможность Пользоваться Президентскими Указами То чем Пользовался Обама То чем Пользовался Трамп Ну В президентском Указе Есть Слабый Один минус Если Приходит На смену Президенту Демократу Президенту Республиканец Он какие-то Указы Президента Предыдущего Запросто Отменяет То же самое Если на смену Республиканцу Трампу Приходит Республиканец Байден Он может Очень многое Отменить Из президентских Указов Но он не в состоянии Отменить то что Сделал Сделал Конгресс От Конгресса Зависит очень многое Вы знаете Я не буду Анализировать Ваше Вступление По поводу Сравнения Большевистского Переворота С приходом К власти Меркель Или Макрона Это как говорится Совершенно все Разное Как в Одессе Говорят Есть две Большие Разницы Причем Здесь не две Большие Разницы А сто Больших Разниц А что Касается Нашей Страны То Однопартийный Конгресс И соответственно Демократический И соответственно Президент Демократ Могут Наделать Массу Бед Которые Потом Невозможно Будет Расхлебать Вот и все Так что Выборы 5 января Я кстати Собираюсь поехать Мне недалеко До Джорджии Ехать Я уже знаю Городок В котором я Буду 5 января Город Осина Называется Но это не столица Греции И даже не столица Джорджии Этот городок Находится недалеко От Северной Королины Мне до него Какие-то три часа Я хочу посмотреть Что там будет происходить Спасибо большое За вопрос Спасибо Алексей Принимаем следующий звонок Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Анатолий Добрый день Здравствуйте Алексей Добрый день Анатолий Весь ваш анализ Выборов в Джорджии Как они важны Какие характеристики Кандидатов Все очень хорошо При одном маленьком условии При том Что выборы проходят честно Без фальтификаций Без вбросов Без голосования Не уходите Я сказал Во-первых Что я опасаюсь Потому что Это будут выборы С почты Я опасаюсь И я опасаюсь Что в Джорджию Нахлынет масса людей Из других штатов Которые до 7 декабря Зарегистрируются Таким образом Я совершенно не исключаю Что там будет мухляж Абсолютно Меня это пугает Продолжайте Пожалуйста Это слово Мухляж Это очень маленькая Такая комплементарная Оценка Если бы мы с вами Сидели за столом И выпивали И не было радиослушателей Я бы применил Я бы другое слово Использовал Ну я с вами Наверное Соглашусь В этом вопросе Ну Спасибо за то Что по крайней мере Вы соглашаетесь В том Что это есть Реальная проблема Конечно То есть Я вам сказал Более того Что если Голосование по почте Останется Так как было То Я сейчас приведу вам пример Значит Ну Голосование по почте Например В Мексике Нет голосования по почте Две трети стран Европейского союза Голосование по почте Совершенно исключены Во Франции Разрешается голосовать по почте Только людям Которые Получили командировку И подтвердили это В другие страны Значит То что происходит У нас Это подтасовка И демократы Кстати Хотят принять закон Вот если Сенат Будет демократическим Они примут закон Сейчас Они говорили Что голосование по почте Потому что Китайская зараза Окей Вы поверили Никто не поверил Я не поверил Кто-то поверил Окей Но китайская зараза Не каждый год будет Правильно Не будет через 4 года Китайская зараза И через 2 года Когда промежуточные выборы Не будет китайской заразы Они хотят принять закон Закон Который бы позволял всегда делать голосование по почте Вот вам еще проехать Почему? Не дай бог Сенат станет демократическим Потому что они примут закон, разрешающий голосование по почте То есть мухляж, употреблю еще раз это слово Будет закреплен законом Конгресса Вот что ужасно Если сейчас не дать по рукам по прошествии президентских выборов То ни о каких последующих честных не можно говорить Значит, дать по рукам может только Верховный суд Верховный суд должен признать Противоречащим, во-первых, я сразу же должен сказать По Конституции у каждого штата есть право проводить выборы так, как штат хочет Значит, нельзя отменять это положение Конституции Но у Верховного суда есть возможность признать противоречащим Конституции Какие-то аспекты Например, голосование по почте противоречащие Конституции Например, использование различными штатами Различных софтвэ при голосовании Это есть возможность принять, что это противоречит Конституции Если, если, если Верховный суд сумел принять Решить, что право женщин на аборт Защищено Конституцией Хотя право женщин на аборт Конституции не имеет никакого отношения Мое, кстати, отношение к этому Каждая женщина имеет право на аборт Вне зависимости от Верховного суда От Конгресса, от президента, ни от кого Если она считает, что так нужно, должен делать Но если Верховный суд сумел принять решение О том, что право на аборт Это конституционное право То у Верховного суда есть возможность Принять решение, что голосование по почте Противоречит Конституции Если этого не будет сделано Окей Если этого не будет сделано То мистер Путин и мистер Лукашенко Большие демократы Чем демократы в нашей стране Следующий, пожалуйста Спасибо Добрый день, вы в эфире Алло, говорите, пожалуйста Не дождался радиослушатель Ну ничего, перезвоните, пожалуйста 847-400-5200 Алексей, а просто ради интереса Что вы ожидаете увидеть в городе Афины В отношении выборов? Окей, Толя Я, естественно Никакой избирательный участок Что меня интересует? Во-первых, меня интересует Присутствие машин С неюжнокаролинскими номерами Я прекрасно понимаю Не с номерами, а с Джорджией Что я прекрасно понимаю Недалеко от Джорджия Южная Каролина Недалеко Северная Каролина Окей, кто-то приехал посмотреть Допустим, я бы хотел посмотреть Может быть, кто-то будет садиться Из людей, вышедших С избирательных участков Будет садиться в эти машины Но меня интересует также Будут ли там машины С автомобильными номерами Из Нью-Йорка, например Из Калифорнии Я понял Второе Меня интересует Охрана Какое количество полиции там будет Будут ли охранять Более того У меня есть еще один интерес Я хочу посмотреть Сколько людей будут Голосовать в масках И сколько без масок Значит, я могу заранее сказать Что все, кто будет голосовать в масках Это демократы На 90% Большинство людей Которые будут не в масках Это республиканцы То есть, у меня есть что увидеть Что посмотреть Я уже себе наметил Определенный вопросник Я буду с некоторыми людьми Если не разрешаю Которые будут выходить С избирательных участков Если они захотят со мной говорить Я готов поговорить То есть, у меня есть Теперь мне до них ехать 3 часа Окей Если я выйду из Не в час пик А из дома 8 Я буду там в 11 От них мне возвращаться тоже в 3 часа 3 часа Значит, я там пора буду 3-4-5 часов И возвращаюсь уже домой Во вторник Вернусь за светло А на следующий день Я выступаю По Чикагскому радио И если что-то будет интересно Я обязательно поделюсь Замечательно Вот это то, что я И от вас и ожидал Принимаем следующий вопрос Добрый день Вы в эфире Добрый день Спасибо за передачу Так как вы сказали Алексей Так это каждый Кто приедет в этот день В Джорджию Может проголосовать Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Давайте сразу Значит, регистрация Заканчивается 7-го декабря Значит, 7-го декабря Последний день регистрации И теперь Поэтому каждый Кто приедет Окей Теперь для того Чтобы зарегистрироваться Для голосования Есть несколько вариантов Несколько вариантов Значит, один вариант, я приезжаю завтра в Джоргию, допустим, у меня, кстати, есть друзья, которые живут рядом с Атлантой, перед тем, как туда к ним ехать, я по адресу одного из них напишу письмо, которое адресую сам себе, то есть у меня будет почтовая либо открытка, либо конверт с адресом, адресованный мне. Значит, с этой открыточкой, с этим конвертиком, я прихожу, я говорю в это самое Motor Vehicle Department, говорю, ребята, я из штата Северная Каролина, я приезжаю в штат Джорджия, вот мой адрес, посмотрите, я уже живу, я переехал, я хочу поменять автомобильные права, я меняю автомобильные права, я не знаю, какие там, но я достаточно хорошо вожу машину, я достаточно хорошо знаю условия движения. Правила движения. Я получаю автомобильные права штата Джорджия, причем, когда я получаю автомобильные права, то мне зададут совершенно конкретный вопрос, а будете регистрироваться для выборов, то есть я могу уже у них регистрироваться. Я говорю, конечно, я могу регистрироваться. Они у меня спросят, а кем вы будете, республикантом, демократом? Ну, я ж не знаю, с кем я разговариваю, я никого не хочу раздражать, я скажу, что я хочу зарегистрироваться как независимый избиратель. Окей, я получаю автомобильные права с адресом, джорджийским адресом, со своей мордой на автомобильных правах, и я зарегистрирован, все, я иду, без выборов зарегистрированы. Вот и все. Вот так просто все это делать, никаких проблем. Это только можно сделать до 7 декабря. Одну минуточку, а там нет условия, сколько ты должен прожить в Джорджии? Ха-ха-ха-ха, нет там таких условий, нет. Давайте учтем сразу, что в разных штатах правила регистрации для выборов разные. Есть, например, штаты, в которых можно зарегистрироваться для выборов за день до выборов. Знаете, есть такие штаты, окей. Штат Нью-Джерси, где я впервые регистрировался, но это было очень давно, дамы и господа. Я голосовал в 84-м году первый раз. Тогда нужно было зарегистрироваться как минимум за полгода, чтобы голосовать. Сейчас я не знаю, что сейчас в Джорджии. То есть в каждом штате свои правила. Я не знаю, какие правила в штате Иллинойс. Я знаю, в Северной Каролине, какие правила. Поэтому в штате Джорджия нужно зарегистрироваться для участия выборов 5 января, не позднее 7 декабря. Вот теперь такой вопрос. Поэтому надо ввести в Конституцию закон, сколько ты должен прожить в штате, чтобы принять голосование. Окей, окей. В Конституцию это никогда не будет внесена такая поправка. Прежде всего потому, что... Ну, во-первых, это называется прописка. Никто у нас не прописан. Я могу иметь дома где угодно. Правда, для выборов я должен зарегистрироваться только в одном штате. Я не могу зарегистрироваться в двух штатах. Это есть нарушение закона. Не будет в Конституции никогда такой поправки. Не будет. Не нужно мечтать об этом. Более того, я повторю еще раз. В каждом штате свои правила. Свои правила. Опять-таки, вы можете сказать, почему бы Верховному суду не принять решение о том, что должно быть общенациональный день последней регистрации для выборов. Ну, я не знаю, можно это сделать или нет. Я не юрист, я не конституционный юрист. Но, в принципе, сегодня у каждого штата свои правила. В штате Джорджии, окей, за месяц до выборов можно регистрироваться. Спасибо. Принимаем следующий. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте еще раз, Анатолий. Еще раз здравствуйте, Анатолий. Я первоначально прошу прощения за неправильную адресацию своего вопроса, Анатолий Маркович. Я хотел задать вопрос, Алексей. Пожалуйста, пожалуйста. Алексей, вы знаете, я вам очень симпатизирую, как человеку, интересующемуся и любящему историю США. И у меня такой к вам вопрос. Все эти страшилки о том, что сделают демократы, Байден и компания, когда придут, траля-ля, они же все, изменения Конституции, требуют определенного одобрения количества штатов, которого у них не будет никогда. Ничего подобного в Конституции нету. Одобрения количества штатов в Конституции нету. Когда рождалась Конституция, у нас было всего 13 штатов. Ничего подобного нету. Нету ничего подобного. Не надо придумывать. В Конституции этого нету. Мы родились с 13 штатами. Сейчас у нас 50. И штаты принимаются в состав федерации по решению Конгресса. Вот это записано в Конституции. Конгресс имеет право принимать штаты в состав федерации. Конгресс. Все. Поэтому Конгресс, демократический Конгресс, при президенте демократии, который не будет накладывать в это, примет закон о том, чтобы принять в состав нашей федерации два штата. Пуэрто-Рико и Вашингтон. Они не зовут Вашингтоном, потому что Вашингтон был рабовладельцем. Естественно. Кстати, у нас уже есть штат Вашингтон. Поэтому совершенно исключено. Штат Вашингтон у нас находится на западном побережье. Правильно? Да, конечно. Вашингтон, Вашингтон, Канада. Окей. Все. Так, что Конституция не может запретить принимать штаты. Так, Алексей, у нас остается ровно две минутки, поэтому, пожалуйста, Ваше традиционное заключительное слово. Заключительное слово следующее, дамы и господа. Президент Трамп, пока президент, до 20 января, будет баллотироваться, я так полагаю, в выборах в 2024 году. Он может стать вторым в истории президента, который дважды был в Белом доме, дважды в Белом доме, с перерывом в 4 года. Есть такой замечательный президент Гровер Кливленд, я думаю, немногие вас о нем вспыхали, вполне естественно. Спросите у своих детей, которые учились в школах, университетах, знаете ли они что-нибудь о Гровере Кливленде. Так вот, чтобы мы с вами знали, кто это такой, ровно через неделю я расскажу о президенте, который был два срока в Белом доме, но два срока с четырехлетним перерывом. На этом я прощаюсь с вами, дамы и господа, и мой традиционный вам совет. Будьте, будьте, будьте здоровы! Будьте, будьте здоровы!